здравствуйте ребята тут вот человек по имени валентин онищенко написал мне давно уже несколько месяцев назад карагер будет время расскажи о вещах которые тебе не нравится в сша или о вещах которые в других странах лучше чем сша как конечно же не может быть такого чтобы все нравилось вы же понимаете поэтому конечно есть какие-то моменты которые мне не нравятся что лично мне не нравится мне не нравится налоговая система которая просто ну очень 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 сложная потому что нельзя вот просто что-то вот посчитать взять налоги это обязательно там целая система если это то то если то то это если ты зарабатываешь столько-то то ты такую-то форму заполняешь если там у тебя какие-то доходы по-другому делать эту другую налогов этих несколько то есть она не централизованная то есть вы платите налоги штата налоги налоги федеральные а также еще можете платить налоги города если они у вас вообще существуют а эта система она непонятная вот например можно снять налог вот например можно без налога списать сумму в 5000 долларов вот например за детский сад 5000 долларов в год но ее нельзя просто так вот списать в налоговой декларации нужно обязательно чтобы на работе у тебя заранее снимали ее потом ты возвращаешь то есть ты платишь свои деньги потом ты отправляешь им квитанции но сейчас электронном виде все это делается отправляющим квитанции это все возвращается не чтобы просто в конце года это взять оформить нет в конце года можно оформить но налогов ты заплатишь больше ежели сравнить с тем что есть ты будешь заниматься этим fsa flexible spending аккаунт это называется то же самое касается и медицины все препараты которые вам выписывает врач если это идет по по рецепту то вы должны то вы можете вернуть опять же таким же способом деньги но не понятно почему нельзя это сделать просто в конце года списать и все то есть вот такая вот немножко странная вещь другая вещь которая мне здесь лично не очень нравится это наверное что везде надо оставлять чаевые что они никогда не включены то есть это какая-то такая обязаловка уже были бы включено в счет и все ну кто-то с этим не согласен что мол надо оставлять что зависит от того насколько хорошо это все было сделано я считаю что человек должен просто получать нормальную зарплату а не рассчитывать на чаевые потому что есть дешевые такие места рестораны где официанты допустим получают 2 доллара в час всего лишь а потому что все остальное там них с чаевых идет то есть уже идет такой расчет но вот так вот господа не рассчитал я заряд батарейки и думал как всегда что там видеоролик будет быстрым но как вы знаете во всяком случае кто давно смотрит быстро у меня не получается так вот продолжим тему давай переходи давай мужик переходи продолжим тему значит я сказал о налогах кстати я не хотел сказать что их ну сложно заполнять но сама система просто сложная можно было бы сделать гораздо проще заполнять их легко в программе турботакс взял и заполнил никаких проблем но именно смысл в том что она зачем-то закручена намотана так что надо там очень много соблюдать очень много фактов там о своей жизни в прошлом году вот это вот все учитывать значит про чаевые я сказал что это должно быть необязательным но получается обязательным а что еще вот меня лично раздражает это то что может быть я конечно родом из такой как бы может быть так сказать может быть рабской страны что ли или что но меня очень очень бесит значит выбор слишком большой выбор в ресторанах или даже в там нет фастфудов то как раз не не сильно много не сильно много развернешься а вот в ресторанах но очень большой выбор каких-то приправ то есть вот ты видишь меню что-то вот допустим даже завтрак какой-то заказываешь тебе с ним еще дают хлеб хлеб еще есть трех по моему влезь если не четырех видов то есть я обязательно спрашивала какой ты хлеб хочешь а какой ты именно приправу хочешь а яйца как ты хочешь сделать там желтком вверх желтком вниз белком так вся короче офигеть дофига выбора то есть нельзя просто но это больше всего наверное еще туристам туристы просто я считаю что офигевают от такого количества потому что они непривычны и в европе я как-то вот такого не замечал что ты приходишь и тебе задают кучу вопросов ладно мне я привык это я все равно теряюсь то есть я понимаю все прекрасно что меня спрашивает но я до сих пор в жизни так и не могу запомнить все названия вот этих мелочей в еде какой-то мне именно такой-то соус секой-то соус там какой-то такой-то масло в салат приправы короче разные я вот до сих пор лично не могу это запомнить я одно там пару вещей знаю которые я просто всегда беру и все там их не знаю десять двадцать двадцать пять разных наименований которые я в жизни никогда не запомнил но когда вот туристы приезжают они точно сходят с ума потому что они еле-еле по-английски многие читают там в меню прочитали ну и думают о сейчас мы закажем вот ну ткнули пальцем в меню да и вот вот это а их начинают спрашивать а с чем ты это хочешь а вот с таким-то хлебом с таким-то хлебом в общем дофига получается выборов и оно ну я считаю что слишком дофига ну вот вроде якобы это считается такое вот проявление значит свободы то есть ты все выбираешь все что ты захочешь вот ну я говорю я все равно до сих пор путаюсь мне это конечно жить не мешает ну вот путаюсь ну что что еще лично мне не нравится здесь мне не нравится излишняя политкорректность мне не нравится мне не нравятся расовые квоты на прием на учебу и даже кое-где и бывает на работу особенно в частных компаниях еще такого нет а вот на государственные работы я знаю что существуют разные квоты что надо взять такой-то процент белых такой-то процент черных то есть блин неважно какой человек но вот надо по квоте значит взять вот это вот полная просто дурь такая чепуха да и это все опять же насаживается вот этими вот левыми значит демократами либералами и так далее ну что еще хочу сказать естественно мне не нравится обама мне не нравится демократическая партия соединенных штатов ну если так уж сказать то по чесноку то что демократическая партия что республиканская в общем то все политики все равно они все вруны и то что они обещают вот сейчас очень красиво они обещают республиканцы обещают значит исправить систему медицинских страховок очень красиво обещают но на самом но на деле как бы что будет после восьмого ноября ну и вообще что будет после в следующем году скорее всего это конечно будет отличаться но это уже даже не проблема штатов это проблема наверное всего мира потому что как говорил задорнов если через несколько месяцев после выборов вам не стыдно за кандидата за которого вы отдали свой голос значит вы на выборы не ходили и это относится абсолютно ко всем странам в том числе и к Соединенным Штатам Америки это относится 100% что еще в вопросе звучала такая фраза что может быть в других странах лучше чем в Америке трудно конечно судить что в других странах так как ну я же не жил в других странах в других странах где я жил это республика Узбекистан но об этом судить то вообще смысла нет тут и так понятно что Узбекистан просто впереди планеты всей в обратном порядке и короче ну вот что мне говорили о Европе что вроде как в европейских странах и даже в Австралии говорят очень трудно уволить человека даже за то что он там что-то накосячил здесь же это делается без проблем раз-два и уволил и все то есть тут непросто то есть если я когда-то там по работе в наших компаниях общаюсь с другими офисами в других странах в Австралии вот в той же то я слышал там такие вещи что человек вот через там что-то через пять месяцев он уходит с работы потому что его выгоняют представляете в Австралии то есть пол года нужно чтобы уволить человека даже за то что он там что-то плохо сделал накосячил или просто плохо работает то есть просто так закон не позволяет вот так вот взять и уволить а здесь у нас с этим конечно все попроще но с другой стороны если так посудить нормальные люди в принципе от этого не страдают потому что если ты не бестельник если ты нормально работаешь то тебя и не уволят но с другой стороны а может быть ты считаешь что ты нормально работаешь может действительно а они считают что нет они берут тебя и увольняют поэтому это конечно ну я бы не сказал я бы сказал что это совершенно конечно не плюс в стране что нет таких законов которые хорошенько защищают права и хороших права служащих рабочих и в общем то регулируют пожестче отношения работодателей с работниками вот в этом конечно здесь оно ну прокол конечно в чем еще здесь прокол что вам не дадут на роды ребенка после родов вам конечно не дадут никаких там три года декретного отпуска три месяца это максимум то есть ну не максимум нет есть компании где пять месяцев и полгода даже дают даже могу конкретно сказать аудиторская корпорация BWC дает пять месяцев или шесть мне кажется пять а дальше уже там в общем можно еще как-то договориться за свой счет но пять дает и то не все не все это оплачивается то есть отпуск то он за счет тебя фактически то есть нет такого что вот там по-моему как у нас было в советском союзе раньше три года значит давали декретный отпуск из этих трех лет половина времени была оплачиваемая то есть полтора года можно было сидеть с ребенком получать зарплату а дальше уже твой выбор хочешь выходи но место твое держится три года по-любому здесь же с этим конечно совсем не то добро пожаловать в реальный жесткий капитализм господа так что тут то шутки плохи поэтому здесь есть очень много детских садов которые принимают детей даже уже шестинедельного возраста ну то есть это даже даже не ясли это даже еще круче чем ясли вообще так что вот такие вот вот это реальный минус этой страны конечно что здесь таких вот отпусков по уходу за ребенком не предоставляется еще могу сказать что конечно очень редко здесь это нужно найти еще хорошее рабочее место чтобы тебе сразу с нуля далее как допустим в некоторых европейских странах 25 отпускных дней в году а то и 30 о нет здесь такого нет есть конечно какие то хорошие работы какие то может банки или еще чего то где дают большой отпуск есть государственные службы где дают 3-4 недели отпуска сразу а вот в частных компаниях опять же не регулируется это все законом к сожалению поэтому в частных компаниях в основном если это не какая то там прям супер пупер работа то вам дается только 2 недели в году в отпуск ну если повезет то 3 вот и вот в этом конечно обидно немножко ну там конечно не только 2 недели там еще и больничные есть но больничные кстати тоже ограничены то есть у меня было вот например у меня на работе их 5 дней только больничных дальше в счет отпуска а дальше уже просто за свой счет если ты реально как то больше болеешь если ты долго заболел надолго но подряд то тогда штат выплачивает 60 процентов зарплаты тебе пока ты болеешь это уже называется там short term disability есть еще long term long term disability это уже другие вещи но работодатель не обязан тебе платить полную заплату там в течение не знаю там двух недель пока ты там болеешь даже 3 такого нет ну я не знаю может быть в европе тоже такого нет но мне кажется могли бы все таки немножко хоть побольше сделать вот такие дни то есть ну вот как то маловато я считаю а знаете что бесит бесит что о вот это реально это к этому надо просто привыкнуть но поначалу конечно бесило что в ценах во всех во всех магазинах за редким исключением не указаны цены которые включают в себя уже налог то есть цена особенно вот сетевые магазины допустим или сетевые рестораны везде цены одинаковы по всем штатам но в итоге вы платите разную сумму в зависимости от того в каком штате вы покупаете потому что еще сверху накручивается налог с продаж каждого штата в некоторых штатах налога с продаж нет таких как Деловер например и по моему там в Орегоне еще или где где то так пропущу я иду Тойоту что то он несется так вот охота ему ехать быстро ну что ты на меня смотришь то я же тебя пропустил еще вот ты понимаешь вот значит вот это вот оно конечно раздражает то есть вот если ты видишь что что то стоит 100 долларов то в штате униджерси сразу рассчитываешь что ты заплатишь 107 долларов в штате нью-йорк ты заплатишь 108 долларов 88 центов то есть вот такая вот разница в штате Пенсильвании ты заплатишь 106 долларов за товар который стоит 100 долларов то есть в разных штатах разные еще эти вот проценты а вот в штате Деловер так как там налога нет если ты видишь что то стоит 100 долларов то ты заплатишь 100 долларов вот такая вот разница нет чтобы указать цену сразу чтобы включало в себя все нет вот мы видим это вот мол наша цена а сверху налог это мол ты сам платишь ну вот такой как бы подход идет это тоже просто ко всему привыкается это ничего страшного но это необычно и в тех странах в которых я был во всяком случае такого нет по моему в Канаде там тоже было все включено хотя не я не помню насчет Канады реально не помню кажется все таки там есть но не важно по Канаде это надо будет отдельно посмотреть я забыл так вот вот такие вот минусы то что я вспомнил на данный момент не надо писать там в комментариях очень умные скажут что ты типа нытик там вот и тебе не нравится а то на такие видео часто приходят комментаторы значит ой раз тебе так не нравится в Америке что ж ты там делаешь вали обратно к себе там на родину типа нет я не жаловался я просто сказал как есть то есть в каждой стране есть какие-то минусы то есть если там некоторые патриоты обижаются когда про их страну говорят какие-то реальные вещи какие-то о каких-то минусах говорят ну то это проблемы этих патриотов а видеть минусы какие-то это не значит что ты там не любишь страну или там что ты не патриот тем более опять же опять же выражение Сергея Шнурова что если тебе все нравится в стране значит ты не патриот ну вы помните я цитировал уже поэтому тут опять же к месту сказать это то есть все что я сейчас рассказал это не значит что мне от этого прям плохо живется и что прям я так страдаю нет не страдаю но минусы есть и почему почему о них не говорить почему надо замалчивать это ура патриоты там разных стран замалчивают свои минусы или объясняют это что мол да так надо и так лучше значит нет конечно везде есть минусы просто не нужно об этом как бы умалчивать и врать самому себе да есть минусы о посмотрите умник что делает вот здесь у нас пробочка образовалась а этот вот решил на другую часть дороги так быстренько свернуть опа па и поехал хотя это незаконно здесь вон знаки висят до и перед так а вон полиция едет так интересно но она навряд ли за ним конечно едет сейчас полиция по обочине пронесется смотрите да она не за ним к сожалению уууу вот так наверное там что то произошло какая-нибудь авария не буду тянуть время если будет авария то я включу камеру так просто чтобы вкус показать заодно ну а если не будет то до свидания ребята и до новых встреч пока опаа вот тут что произошло господа не совсем понятно Может быть у него колесо лопнуло Потому что Другой машины нет И вроде никого он не ударил Получается Там такое сильное повреждение Что я думаю если бы он ударил другую машину То там наверное бы тоже Та бы наверное тоже не смогла уехать Видимо все таки он въехал в отбойник Вот в этот металлический Наверное у него лопнуло колесо Вот так вот бывает господа Ни с того ни с сего Едешь едешь и бум А к сожалению Пока что Не придумано ничего В плане колес Колеса бывают что лопаются Спокойно едешь Никого не трогаешь А вот так вот может быть раз И колесо лопнуло Вот что сделаешь с этим Ничего не сделаешь Все ребят до свидания Удачи вам на дорогах Чтобы у вас никогда не лопало колесо И вообще чтобы вы не попадали ни в какие аварии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok